Ай, неужели я буду красавицей? Всем привет, мои хорошие! С вами Селена, Свея. Поздравляю вас всех с наступающим Новым Годом! Мы стараемся делать все все краши и краши, поэтому сегодня мы будем красить мои волосы. Ой, девчонки, что с волосами, что с волосами? Не знаю, что. Блондинкой я пока становиться не хочу. Прям такой кипельной, как я была. Все еще буду экспериментировать с цветом волос. Вначале я покрасилась в прошлый раз. Да, вот здесь я оставлю видео. Зайчик, включи, пожалуйста, свет. Здесь я оставлю видео, вы посмотрите. И цвет сначала мне не зашел, показался очень странным. А потом прям все заценили цвет, классный говорят. И когда он начал смываться, второй, третий, он все краши, краши, краши. Вот, в принципе, во что он смылся. Вполне себе мой натуральный цвет очень похож, но он все равно светлее чуть-чуть, либо оттенок другой, потому что корни отрастают, и их видно. Видите, они у меня более такие серые. То есть, если корни видно, то их надо красить. А это, в принципе, я уже могу быть блондинкой. Но просто я блондинкой не хочу пока быть. Я хочу вот, мне что-то нравится. Такой, знаете, благородный какой-то такой цвет. Но единственное, что мне не хватает, это не хватает мне холоднинки. Да, рыжинка мне идет, теплинка мне идет, но хочется какой-то беш-холодный. Поняли? То есть, он не рыжий должен быть и не пепельный должен быть. Вот. Но я взяла еще одну красочку. Кстати, нам поможет мама Чоли. Мама Чоли. Тянем, тянем, мама Чоли. Моя незаменимая мамуленька. Всем привет. Всем привет. Да, она прекрасно красит мои волосы, все закрашивает. Прям, знаете, человек со стажем, с опытом. Короче, мы будем снова тонироваться полностью волосы. Мы не будем делать, там, знаете, отдельно корни, отдельно. Ну, мы как бы корни красим, да, и по длине протягиваем. Вот так мы сделаем. А что у нас будет за цвет? Мы будем красить на трех процентах. Вот у меня чуть-чуть тут осталось мут. И краску я взяла мут. Потому что сколько бы я ни брала итальянскую краску мут, она всегда делает прекрасный, красивый цвет, именно тот, который я ожидаю. В принципе. И вот в этом цвете как раз-таки нет рыжинки. Хотя написано бежевый, очень светлый блондин. Я взяла на девятом уровне, номер 9-23. Ну, я подумала, что можно чуть-чуть сделать посветлее. В прошлый раз я делала восьмой уровень, да, вот он смылся. Ну, сейчас примерно он где-то между восьмым и девятым, да. Но мы покрасим сейчас, если он чуть светлее станет, ничего страшного. Мы будем использовать один к одному, а один к полутора, или как здесь, мы посмотрим. Потому что очень светлый, один к полтора, да. А это если сильно осветлять, то один к двум. Но у нас на тройке, поэтому мы не будем сильно осветлять. Мы взяла один к полтора, 20 минут написано здесь для тонировки, да. И еще я взяла вот такое вот, это маслица, которая добавляется прямо в краску для еще более бережного окрашивания. Краска эта стоит 500 рублей, я ее взяла. Вот это, по-моему, рублей 50 где-то стоит, где-то так. В общем, сейчас все смешаем и начнем наносить. Посмотрим, что получится к Новому году, хочется что-то изменить. Я хочу быть что-то более светлее и более холоднее. А что получится, увидим вместе, оставайтесь с нами. Вот они волосы. Все подсмылось уже, мой блонд нарисовывается там, да. Красочка, у нас идет 100 красочка, она идет 100 и 150 получается оксида. Ну, как бы, я думаю, любые длинные волосы я просто с лихвой беру, все выдавливаю, чтобы все промазать. Хотя, возможно, и меньше мне нормально будет. Так, сейчас я перемешиваю красочку. Кстати, хотела сказать, что здесь очень мягкая туба и комфортно выдавливается краска. Есть с чем сравнить, потому что я Кристинку красила, когда Эстель, помню, тоже выдавливала. У них такая туба жестковатая, прям руки болят. Мама тоже жалуется, что Фаберлик раньше были мягкие тубы, а сейчас, говорит, руки болят, да, пока выдавят. Все перемешиваю. Давай выдавливай нашу масло, нашу масло до конца. Чтобы я уже все... Ой, волосы сейчас зашелковятся как. Так, все, полная миска, аж тяжело перемешивать. Так, мы все перемешали, мамачули, давай. А где мой на меня мусор? Все, прорывай головой, как хочешь. Зато я точно знаю, что чувствуют мои клиенты, когда я им одеваю мусорный пакет на голову. Ну все, поехали! У-ху! Ой, тепло, уютненько. Неужели я буду красавицей? Муд вообще меня никогда не подводил. Какой бы цвет я ни брала, и Кристина тоже красилась красными яркими цветами, мудовские. Они реально соответствуют тому, прям конкретно, что заявлено на раскладочке. А что касается блондов, то вообще меня никогда не подводил. У него реально девочки блонд. Вот кто хочет свои волосы, ну, смотря какого, конечно, уровня они темные, да, и как они реагируют на осветление. Но я мудовская 1271 осветляла корни без порошка. Просто осветляла на 6%. 1 к 2 отлично работает. Без желтизны прекрасно осветляет корни. Попробуйте, блондинки. Это тоже мои видео. Ну, я их найду, я вам покажу. Я, ну, то есть лучше муда ничего не находила. А другие краски, даже Энебрия, несмотря на то, что она дороже, более премиальная линейка, она сделала мне чуть-чуть желтизну. Не как муд. Так что я очень надеюсь, что сейчас, я ее тут расхвалила так, я очень надеюсь, что она сейчас сделает мне красивый цвет, именно тот, который я видела. Ждем. Так, ну что, моя хорошая Е, мы вымазали всю краску, но уже не так рыжо, мам. Ты говоришь, что прямо это. Маме говорю, мам, что там у меня с цветом? Пока не включала камеру и зеркала не было. Она говорит, да такой же, как и был. Я говорю, что прям рыжий? Она такая, ну, красный что-то там такое. Ну, вот я сейчас смотрю. Я не пойду, что это за цвет. Да нет, это цвет нормальный. Немножечко. А, баклажан. Я думаю, что цвет? Немножечко оттенок этот есть, но, девочки, цвет холодный, я вижу. Холодный. Мне нравится, во всяком случае. Вообще, вымазывала, все еще, немножко чуть-чуть даже осталось. Ждем, ждем, что будет. Уже некуда, уже много тут. Краска вообще у нас не течет, но мама так все вымазала мне, потому что лишнего много, даже еще краска осталась. Много, я подарила кого-то. Что она переживает, что сейчас потечет. Ладно, все, ходим где-то 20 минут, да? Ну, да. Почему 20? Побольше. Ну, там 20 написано для тонировки, плюс ты меня красила сколько? Минутрица. А, ну, тогда если 20, да, ну, тогда хватит. Ну, мне кажется, будет классно. Ну, что, мои хорошие, у нас тут уже гости побывали, я голову помыла. В общем-то, смотрите, да, вот здесь вот я не вижу рыжины. Я не знаю, как сейчас вы видите, но, как в прошлый раз, такого уже нет. И мне кажется, будет такой более приятный, благородный цвет, да? Вы же не видите рыжины, как и я? Так. Так, вот у них мокрые вот такие вот волосики у нас. Вот они. Сейчас я сбрызну своим спреем любимым, который вот дарю всем своим подружкам, всем друзьям. Подружкам-друзьям. Как бы это одно и то же. Мне очень нравится по запаху. После него очень хорошо расчесываются волосы, напитанные такие. Запах просто бомба, сразу настроение вверх. Так. Вот я беру, вот так вот, смотрите. Скорее хочу посушить. Ну, примерно то, что было, да, только посвежее немножко и помягче. Смотрите, как волос расчесывается. Как по массе. Это моя находка вообще. Я уже много о ней рассказывала, там во влоге рассказывала. Отдельные распаковки были. Фирмы Леката. Это спрей с чем он там? С геалурок? С кератином. С кератином. Во. Видели? Волшебно. Пошла сушить, покажу итог. Та-дам! Ну что, мои хорошие. Давайте вы посмотрите сначала. Вот такой вот у меня красивый цвет получился. Да? Вот такой живой. Я еще маслице сделала, которое очень нравится. Масло Чи. Оно нравится всем моим подругам, кто приходил ко мне и пользовался им. Так, сзади. И корни. Корни, корни. Смотрите. Немножко я вижу, что свет желтит их. На самом деле они не такие желтые. Посмотрите под разными отливами. Да? Так, что я могу сказать? Цвет, конечно, похожий на тот, который был. Но в зеркале я вижу, что не так много рыжины. Изначально даже на мокрых волосах. Вы помните, да? Когда я тогда с мокрой головой сидела, да? У меня вот так торчали волосы. Я говорю, посмотрите, они же рыжие, оранжевые. Здесь такого не было. И когда подсмылось, все. Я вижу такой благородный, мягкий, да, беж. Я думала, конечно, что будет более холодный. Ну, он более холодный, но не настолько, насколько мне хотелось бы, да? Поэтому мы будем продолжать экспериментировать с цветами. Пока освежила. Мне очень нравится. Смотри, как здорово выглядит. Цветы вообще, волосы блестят. Супер. Я похожу с таким. Мне как бы все нравится, все устраивает. Но в следующий раз я приду с этой красочкой. И мы прям будем, знаете, по-холодному идти вверх. Пока мы вот прям не доберем в ту точку, которая мне прям вот нравится. Сейчас выглядят волосы очень натурально. Прям натурально. И я могу даже прям говорить, что это мои натуральные. Я не крашу. Знаете, есть люди, которые красятся. На заметку, да? Есть люди, которые красятся. И всем свистят, что они натуральные. И не окрашивают свои волосы. Я, кстати, не занимаюсь такой ерундой. Я не вижу ничего плохого в том, что ты окрашиваешь волосы. И что ты немного ненатуральна. Но я думаю, что это фигня, как бы, да? Ну, в целом, если бы мне это нужно было, могла бы так говорить, и мне бы поверили. Я думаю, ты красишь свои волосы? Я бы говорила, нет. Они натуральные. Да? Очень красивый натуральный цвет. Все, мои хорошие. Ну, я думаю, вам понравится, потому что этот цвет недалеко ушел от того, который у меня был. И вы меня засыпали комплиментами, что волосы классные, цвет классный. Поэтому я думаю, что этот вам тоже понравится. В общем, не пропустите новые видео, где мы будем идти к холодному оттенку. Все, я вас люблю, целую, спасибо, что были со мной. Я с вами прощаюсь до следующего видео. С вас подписочка, лайк. Также поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Желаю вам счастья, любви. Но мы еще обязательно в этом году с вами увидимся. Целую, люблю всех. Пока-пока. Пока-пока.